Всем привет! В условиях самоизоляции и батона фикуса очень сложно выдерживать нормальный адекватный режим и образ жизни. Поэтому в 2.49, то есть в 14.49 с добрым утром. Периодически я смотрю всякие каверы наших молодых групп, которые каверят довольно известные песни, которые сейчас находятся на пике популярности. И зачастую, мне кажется, они не понимают очень важную вещь. Они понимают, каким образом. Они реагируют как-то очень странно на критику, на реакцию их аудитории. Обычно это выглядит как... Да вы ничего не понимаете. Вот сами покажите, что вы умеете, что вы можете. И... Но выглядит это, на самом деле, не очень здорово. Вот. А слушатель, он может не разбираться вообще ни в чем. То есть аудитория, она может... Не уметь играть на инструментах. Не понимать ничего в звуке и так далее. Но восприятие не обманешь. Если аудитория слышит, что и видит, что что-то все-таки не так, то она соответствующе реагирует. И тут не нужно быть специалистом во всех отраслях, чтобы понимать, что все-таки что-то не так. Что-то вы, ребята, здесь не доделали. Вот. Есть, конечно, отдельная часть аудитории, которая всем недовольна и готова разнести в пух и прах все, что вы делаете. Но довольно часто, довольно часто, пусть критика может быть не конструктивной, но все-таки это внутренние ощущения аудитории, непосредственно слушателя. Ну, нужно задуматься, что все-таки что-то не так. И я думаю, что чаще всего проблема в продюсировании. То есть музыканты зачастую не понимают. Не понимают, как нужно преподнести материал, который они хотят преподнести. Возьмем какую-нибудь абстрактную группу, я не буду никого называть конкретно. Какого-нибудь метал-исполнителя с молодыми ребятами, которые решили закаверить песню, которая вот попса-попса абсолютно, и сейчас находится на пике популярности. И, как правило, получается что-то типа смеси бульдога с носорогом, и все, на тебя это вываливается. И впечатление неоднозначное. Вроде бы ребята играть умеют, и при этом материал, как он выглядит в целом, ну, честно говоря, такое себе. Слушать довольно сложно, хотя видно, что ребята могут. Могут. Вот. Но зачастую не понимают именно продюсерских моментов. Как, где что-то должно звучать, где какие-то паузы должны быть, где драйв должен быть на минимуме, а где нужно прямо раскачать все, и чтобы все было классно. Чтобы, грубо говоря, там, представим сцену, когда толпа чуть-чуть пританцовывает, а потом начинается рубилово, при котором всех волосы дыбом, там, мурашки на коже, и все, ааа, круто, давай мочи, вот. Я чаще вижу, что молодые ребята как раз начинают наваливать сразу, и превращается все просто в кашу, и нету динамики никакой. Вот. И тут как раз в эти моменты должен выступать продюсер. На моменте аранжировки, то есть уже постпроизводства какого-то, да? Ну, или даже в предпродакшене, каком-то. Вот. И когда молодые исполнители говорят, что вы ни хрена не понимаете, это стиль такой, там, и так далее. Нет, ребята. Вам нужен, вам нужно продюсирование. Нормальное продюсирование, при котором все-таки человек со стороны, он покажет, что вызовет положительную реакцию, где нужно, где нужно чуть-чуть левел поднять, где нужно чуть-чуть прокачаться, и создать таким образом аранжировку, чтобы аудитория это действительно понравилась, а не превратилась просто в мешанину, которая вызывает раздражение. Вот. И когда говорят, типа, вы ни хрена не понимаете, мы крутые, мы сделали классно, да покажите свои работы. Нет, ребята, не классно. Аудитория, ее не обманешь. Вот. и говорит, что все вокруг идиоты, но это не очень хорошо. Вам нужно, вам нужен продюсер, который расскажет и покажет. Это большая, хорошая и ответственная работа, очень важная, за которую вы еще и деньги заплатите. А тут аудитория сама реагирует, сама реагирует на на ваше творчество, и не нужно говорить, что все идиоты, а вы великие мастера своего стиля. Ваше здоровье.